Всем привет, друзья! С вами Челес, и в сегодняшнем видео я хочу вам поведать по-настоящему интересные ответы разработчиков, которые вышли вчера буквально. Как обычно, я буду рассказывать только о самых интересных, на мой взгляд, ответах и вопросах, ну а полностью всю статью вы сможете на официальном сайте прочитать. Итак, спрашивали, для чего снизили скорость Челленджеру второму, на что они сказали, что в 0.22 нас ждет довольно-таки большая, вообще глобальная переработка мобильности танков. Они хотят сделать таким образом, чтобы машины были более разнообразными, а разные типы двигателей имели более заметные отличия. То есть, например, газотурбинные в начале движения разгоняются медленнее дизельных, но хорошо держат разгон на высоких скоростях. Короче говоря, подвижность у нас опять будет меняться, меняться и еще раз меняться. Интересный вопрос задали, собираются ли они что-нибудь делать с так называемыми круговыми боями в PvP. То есть, ну вы знаете, та самая карта, наша любимая Виста, линия фронта, где всегда начинается каруселька, команды катаются друг за другом, либо захватывают базы. Они ответили, что проблемы комплексные, их будут решать, это и связано с особенностью карт, и особенностью техники, ну и т.д. и т.п. Все просто. На самом деле, не знаю, при чем здесь техника. Это именно, как они называли, особенность карт. То есть, ну Виста, линия фронта опять же. Почему там именно играется та самая каруселька, почему народ катается друг за другом. Не потому, что они просто вот взяли и решили так ездить. Потому что я эту карту наблюдал с самого ее появления и видел, как это все развивалось. Просто народ поехал туда, например, сдох, да, поехал туда, как-то все начиналось, когда еще народ не знает карты. Туда съездил, там сдох, туда съездил, да вроде хорошо нагнул, опять туда съездил, опять там сдох, опять поехал, там вроде нагнул. И все. И таким, собственно, методом проб и ошибок вот такой вот теперь геймплей у нас на этой карте. А все почему? Да все просто. На левом фланге, если смотреть с нижнего респа, левый фланг просто-напросто дисбалансный. Он сделан так, что с верхнего респа его лучше давить. И все. Просто это именно особенность самой карты, такой рельеф там. И поэтому, естественно, народ понял, что с верхнего респа этот фланг хорошо давить. Поехали, 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 продавили, всех убили. Те, кто до сих пор, я не знаю, зачем туда ездит, там умирают и все. И поэтому сейчас народ катается по кругу, потому что он понимает, что если поехать на левый фланг, там сдохнешь. Если поедешь на правый фланг, есть хороший шанс либо базу захватить, либо всех убить. Вот и все. Проблема только в этом. Кстати, кто-то у меня спрашивал как раз по поводу того, что всем советским танкам улучшили перезарядку вот недавно, но объекту 187-му нет. Они ответили то, что перезарядку улучшали только тем танкам Т-серии, у которых произошла модернизация АЗ, автоматозаряжания, под использование более длинных бопсов. У объекта 187 АЗ не улучшался. А подскажите, почему ОВС начали наносить такой большой урон в лоб башни ОБТ? Вы считаете, что броня лба башни танка не снижает воздействие снарядов? Вопрос на самом деле дурацкий и некорректный. Нифига подобного. Если ты просто стрельнешь прямо в лоб башни, там уже, например, Абрам с уфугасами сейчас, то ты вообще никакого урона не нанесешь. Другое дело, если снаряд попадет возле, например, погона башни, рядом с погоном башни, то именно урон пройдет через него. Ну, в общем, они ответили, что как раз-таки именно урон проходит через погон башни, как правило, а не через саму башню. И они планируют сделать урон более равномерным, распределив его пропорционально площади участка. Урон не будет, так сказать, затекать в щели в броне. Ну, в общем, фугасы будут дорабатывать это, естественно. А теперь самый топчик. Вопрос на миллион. Планируете ли выводить инспектор брони? Внимание, ответ. Да. В этом направлении уже ведутся работы. Появление индикатора брони запланировано в версии 0.23, черт возьми. Никогда не будь в ближайшее время, в ближайших планах, как это было уже полтора года, в обновлении 0.23. Сейчас у нас обновление 0.21. То есть, ну, в общем-то, совсем скоро. Как-то давно они говорили то, что они собираются заменить Ариетку на Виккерс МК-7. Так вот, сейчас они уже не собираются заменять Ариетку. Они просто сказали, что в будущем появятся в игре отдельно, не заменяя Ариетку. Ну и еще один вопрос, который меня лично очень сильно интересует. Что вы планируете сделать с управляемостью колесных машин? Некоторые из них совершенно непредсказуемы. На что они ответили, что мы работаем над улучшением управляемости колесных машин. Реакция техники на управление станет более быстрой. Кнопка ручника позволит совершать более крутые развороты. Ну, слава богу, хотя бы они в курсе, что управляемость колесной техники не к черту. И ее нужно дорабатывать. Уже не знаю, сколько раз переделывали на самом деле управляемость колесных машин. И все никак. Мы не можем прийти к тому самому идеалу, который... То у нас техника колесная ездит как утюги. То наоборот. То теперь она не поворачивает нормально. Как я не знаю, слоупоп какой-то ездит. В общем, это тоже будет переделывать. И в целом, эти ответы разработчиков я решил, что нужно вам обязательно про них рассказать. Потому что здесь реально есть... Были хорошие вопросы. Это инспектор брони, который я уже жду, я не знаю, года два. Это колесную технику. То есть, ну, в целом, работа ведется. И я надеюсь, и дальше все будет двигаться в таком же направлении. Тут еще и новость. Я сразу прям до кучи сюда же закину эту новость. Объявили о том, что запускают уже, наконец-таки, я не знаю, правда, кто это ждал. Я лично нет. Но, тем не менее, запускают в начале 2018 года игру на PlayStation 4. Вот так вот. А это говорит о том, что игра никуда не собирается умирать. Я знаю, что некоторые давно уже, тем более, паникуют о том, что все, игра загнется. Смысл в нее играть и смысл в нее вкладываться, донатить. Нет, как бы, ну, то, что она собирается еще и запуститься на PlayStation 4, я думаю, говорит все-таки только о том, что в игру собираются вкладывать силы и средства. А не собираются по пырику, там, потихонечку-потихонечку ее свести на нет. Это, как мне кажется, позитивная новость. То есть, PlayStation, то, что она выйдет, как бы, мне ни горячего, ни холодно. Но, в целом, новость довольно-таки хорошая. Вот, так что вот так. Я надеюсь, вам тоже понравились эти новости. Ставьте лайки, если это так. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видосы, группа ВКонтакте. Ну, в общем, Дискорд, вы все знаете. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok